Можно ли обойтись без обрезки и укорачивания? Сначала о тех культурах, где она необходима. Это южные, так называемые. Устойчивые к жаре, выносливые к безводию. Персик, абрикос, черешня, виноград. Для них жара не проблема. Они как бы в ней купаются. Чем жарче, тем лучше, вкуснее, слаще, ароматнее плоды. И для этих культур важнее вопрос не как, а когда. Рано обрезать. Рано они и зацветут. Попадут под заморозки. Не надо этого делать. Максимально поздно надо обрезать персик. По цвету, в конце цветения. А абрикос, черешню, вообще летом. А ранние и средние сорта можно обрезать, соединив это с уборкой. Убирать с секатором или с ножовкой. А вот для яблонь жара это мука. В жарких климатических зонах они просто не растут. Вот, к примеру, в Индии только в горах на севере. В Африке, только в севере континента, растут яблони. Пришла жара африканская и в наши края. В условиях потепления обрезка наносит яблони. Глубокий вред. Не хотят или не дано понять это многим деятелям. Весеннее обострение в разгаре. Ярмарка тщеславия. Будет урожай, не будет. Главное, личика засветить. Да, секатором пощелкать. Где и как попало. С синдромом обрезчика я это называю. Крона. Объем ее защищает дерево от перегрева. А ее уменьшают. И сразу это влияет отрицательно. На корни. А вот видите, по традиции, всегда надо под дерево класть огромный такой камень. Аккумулятор влаги. И вообще это что-то такое от шаманства. Лучше деревья, говорят, растут с большим камнем. У штамба. Ну, это опять отступление. Вернемся к обрезке. Вот тесно они связаны. Корни и крона. Убрали часть кроны. Страдают, пропадают корни. А влаги в почве, чтобы восстановиться, как в былые годы. Нет. Засуха. Изменился климат. Менять надо и подходы. Вот перед вами яблонька. Кандильсинап. Очень красивые, вкусные у нее плоды. Считается сложным этот сорт в кругах ученых, агрономов, садоводов. И поздно вступает в плодоношение. И периодичностью страдает якобы. И крона, как у кипариса, стремится ввысь. Вот по этой причине и зарезают просто это дерево. И все можно сделать по-умному. Очень быстро и очень просто. Без всяких травм. Базовые задачи каждого садовода. Сделать так, чтобы основные сильные ветки не отходили под острым углом от ствола. Этот прием увеличивает прочность в месте прикрепления. Но это не так, допустим, важно, как другой момент. Вот главная задача, которую выполняют обрезкой. Это укорачивание. Переводят ветви наружу и к горизонтальному положению. Для начала раннего и нормального плодоношения. Вот при острых углах и вертикальном отхождении и расположении этих веток базовых. Дерево поздно вступает в плодоношение. Плохо закладывает цветковые почки. Урожаи мизерные. Предлагаю один довольно известный, но в ютубе не видел способ. Выположить ветки без обрезки. Можно их привязать кольям по периметру, загнав их в землю. Можно грузы какие-то навесить, будут они болтаться по ветру. А лучше сделать так. Быстро и просто. Смысл понятен, да? Прочной полипропиленовой шнуром. Шнуром пропилен прочным. Привязать их к штамгу. Эти ветки отклонить. В такое близкое к горизонтальному положению. То есть мы их выположим без обрезки. Не причиняя травм растению. Уже на второй год применения этого приема, вследствие лучшего образования, на горизонталях цветковых почек, ощутимо увеличится урожай. А под весом плодов ветви будут естественно выполаживаться. Раскрывая крону вширь, давая доступ воздуху и свету. Отпадает обрезка укорачиванием. Не надо и осветление делать. Ну а до санитарной и омолаживающей еще далеко. Вдруг климат к тому времени сменится. Вернется все на круги. Крона сохраняется до единого листочка. Корни в порядке. Повторю я два видео. О яблонях растущих в разных условиях. Одна в городском квартале растет, другая на горном плата. Никогда в жизни они не обрезались. Никогда. А урожаи увидите какие. Желаю вам всего хорошего. Смотрите полезные видео. Субтитры сделал DimaTorzok